В одном из подписчиков возник такой запрос, как играть на ИТшках А я как раз, в общем-то, довольно много в последнее время играю на ИТшках для гайдов И не всё далеко, не всё не всегда получается хорошо Поэтому приходилось себе самому напоминать, как это нужно делать Ну и заодно как раз я для себя отметил некоторые моменты, которые, думаю, будут вам интересны в качестве игроков на истребителях танков И всё это мы сделаем в таком режиме Live И 15 на 15, ну почти 15, 13 на 13 бой В боях 7 на 7 всё максимально печально Вам просто приходится бегать за союзниками и надеяться, что вы что-то успеете сделать В таких нормальных боях стандартных у вас, в общем-то, есть все возможности пострелять Ну и первое, с чего вам нужно, в принципе, начать Это для начала вам нужно знать, куда поехать, на какую позицию ИТшную В принципе, для этого у меня есть целая пачка видосов для как раз-таки всех моих подписчиков Бусти У меня на все ПВП карты есть гайды, в том числе и на класс техники ИТ Куда поехать, куда стрелять, смотреть и так далее Так что под видео в описании есть ссылка на мой Бусти Переходите, ну а в этом бою мы просто будем рассуждать на тему Как вообще, в принципе, стоит отыгрывать По сути, у вас есть для того, чтобы правильно отыгрывать на ИТ Вы должны ездить за двумя классами техники Ну ладно, в принципе, можно быть за тремя То есть вы либо, вот, например, видите, ОБТ Вперед, поехали, ОБТ, это ОБТшное направление И вы приезжаете именно сюда для того, чтобы прикрывать ваше ОБТ Это ваша задача, как истребители танков Приехали, заняли позицию и накидываете Либо, если вы видите, что какие-то ББМки поехали что-то светить То вы можете переехать и помогать отстреливать противников по засвету ББМ Но, опять же, не все так всегда бывает просто и легко Ну вот здесь я вижу, что нам абсолютно ловить нечего Здесь союзники проехали За ними я туда ехать не очень-то хочу Я думаю, без меня разберутся с Леопардом Хотя, да, внезапно Леопард решил упороться А я все это пропустил Наш союзник, надеюсь, на кашки поедет Не хочется туда залетать И в целом я не советую уж точно, что делать на ИТ Так это в первых позициях, в первых рядах куда-то ехать В принципе, если вы поедете в первых рядах То, скорее всего, вы очень быстро поиграете От других ОБТ, если это будет какое-то ОБТшное направление Либо, если это будет направление для ББМок Вас просто издалека пересветят и аннигилируют В общем-то, и весь обычный разговор для таких ИТшек Вижу, что тут вроде как противники как будто бы собираются наваливаться Ну и там какие-то плюхи летят Но нет, судя по всему, объект в игре решил уехать Здесь стоят как раз ББМки союзные Они должны там вроде что-то высвечивать Но опять же, нифига нету ничего здесь по засветам Это печально, потому что нам как бы нужно делать дэмэдж Мы же истребители танков Нас прям так и называют ИТ, истребители танков Так, замечаем здесь гепарды, которые перекатываются В принципе, можно постоять сейчас на этом направлении Посмотреть, куда поедет гепард Подъехать В принципе, ИТшки опять же ИТшки бывают разные Конечно, мы именно сегодня будем говорить о стандартных ИТ Типа вот этого АМХ Естественно, есть, например А вот и БМДшечка Второй выстрелный залетел У нас есть, конечно, такие ИТ, как Термики Или Леклекто-40 Но это вообще другая история Это штурмовые такие ИТ тяжелые Мы говорим про классические кустовые ИТ Ну, в общем, на этой горочке явно будет что-то пострелять В принципе, есть и такие ИТ, которые на самом деле обладают довольно-таки неплохим обзором И тоже могут неплохо так посветить, пострелять В принципе, у АМХ немножко не хватает обзора, чтобы быть полноценной И еще и ББМкой Сам свечу, сам стреляют 48% незаметности при этом Так, надо бы вылезти Но что-то страшно вылазить Потому что вот здесь куча стоит ББМок И куча стоит ИТшек И, в общем, всякого И если мы высветимся, то будет жестко В принципе, работа ИТ на самом деле не такая скучная, как может показаться Типа ты вот стоишь такой и ждешь засветов На самом деле, в то время, когда у тебя нету никаких засветов Ты должен постоянно наблюдать за миникартой И поглядывать, кто куда поехал Потому что ты всегда должен быть Как минимум То есть у тебя главная задача состоит из двух, так сказать, моментов Момент первый Это находиться, желательно, позади союзников Не в первых рядах Чтобы быстренько не поиграть И момент второй Ты должен, естественно, быть в нужном месте То есть ты должен какую-то Нормально, нормально Успели Под дымами, хотя бы под дымами Хоть что-то я успел сделать Но, как бы, да Домашки, прям, скажем, немного Первый бой получился довольно сухим Но, вроде бы, опять же, вроде бы поехал правильно Это один из, как раз, ключевых таких еще моментов Что вы можете, в принципе, и приезжать на правильные позиции Но не всегда они окупаются Ну, камон, хотя бы они выстрелят Да, залетают В принципе, я думаю, нам нет смысла туда лететь Потому что сейчас там либо варьер все сделать Либо гепард Мы туда просто не успеем доехать Поэтому вот такой вот получается Вроде бы делали все правильно Но без домашки Там остается недобитый хп объект 187 Ну, а я думаю, мы сейчас перемещаемся в следующий бой Продолжаем разговор про истребителей танков Куда чего лучше на них И как вообще играть Куда лучше ехать Ну, точнее, нет, ладно Куда лучше ехать Это немножко на других видосах рассказано А как вообще в целом нужно отыгрывать на ИТ-шка Ну, и мы поедем еще на одну стандартную позицию Куда обычно ИТ становится вот эта горочка Но мы, опять же, не вслепую туда едем Мы просто видим, что там союзные ББМки Туда едут светить И только поэтому мы сюда тоже едем Иначе меня бы здесь давно уже не было Я бы был бы уже на другой стороне этой карты В общем, пока ББМки светят А где? А нет, фактически на живой Фу, я уже потерял его из виду Вот почти, да? Почти, почти поймали ВТ-4 В общем, если вы тем более новичок То обязательно играйте максимально аккуратно Потому что быстрая ИТ-шка это мертвая ИТ-шка Если вы в начале боя где-нибудь поиграете То, ну, сами понимаете, от вас толку никакого не будет А вот если вы на этом свете подзадержитесь То вы в конце этого боя можете очень даже сильно пригодиться Поэтому играйте в начале всегда аккуратно Это не значит, что на истребителях танков В принципе, нельзя играть как-то более Давайте через дымы продамажим попробуем Но нет, не залетает На истребителях танков, в принципе, можно играть более активно Более жестко Но для этого у вас должно быть очень хорошее понимание Понимание игры, понимание карты И, скорее всего, если вы такой То вы не будете смотреть видос Как играть на истребителях танков Правильно, это логично, да? Сами понимаете Поэтому лучше играть всегда аккуратненько Ну, вот здесь я понимаю, что, конечно, нас тут маленько подзакрыли Пожалуйста, сведись Спасибо Второй выстрел, конечно же, мимо Ну, да ладно Хотя бы ВТ-шку чуть просадили Хотя... Проблема в том, у нас здесь сейчас будет проблема в том Что пока мы здесь пытаемся ВТ убить Как бы к нам, скорее всего, по полю Еще там целая куча противников подъезжает И это главная проблема Вот летит уже снегопад от Пендена Да, и вот они, Стенгрей, Гепарды Эта фигня Ладно, попробуем хотя бы этого забрать Ох, хрен там, да? Я его просто не пробиваю Все, Гепард приехал, до свидания Это Ангариум Попробуем как-то свалить немного Пока он там щелкает лицом Да че так долго перезаряжаюсь-то, блин? Давайте еще дымы А, ну все, Гепард там переезжает В этом случае я бы даже не стал задерживаться На самом деле А просто дымов больше нету Пожалуйста, союзники, киньте дымы Если вас начинают вот так быстро давить Жестко, то тут как бы лучше Оп Оп, 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 оп Лучше уехать Просто постараться уехать Ну, потому что там Гепарды, вы видели В общем, гепарды Всякие гадости злые Которые вас будут очень быстро убивать Сингрей с барабанами Гепарды с автопушками ОБТ с броней А у вас ничего этого нету 8-14 Ну, как в том бою, в принципе, получилось Очень быстро победить Но вы нифига не успели настрелять А в этом бою все равно Да наоборот Нифига не получается Настрелять Потому что мы очень быстро леваем У нас счет уже 6-14 Вот она вторая, так сказать, обратная сторона На самом деле я и здесь зря стою Пускай восьмидесятка это все принимает А я лучше издалека Потому что гепард сейчас может проехать Вот по второму мосту И очень быстренько нас удивить Кстати говоря, в принципе, внезапно Их здесь, по крайней мере, не так и много противников Их здесь несколько А вот вся основная толпа, я так понимаю, на респе Но это хорошо Значит, мы можем, в принципе, немножко подождать Опять же, как видите Есть восьмидесяточка, которая сейчас будет лицом это все принимать А это значит, что правильно Это значит, что у нас есть Вариант поехать куда-нибудь подальше Побезопаснее Аккуратненько Зашкириться Зацелиться И, в общем-то, ждать прихода Прихода противников Или нашей смерти Сейчас посмотрим, как пойдет Давайте, наверное, как-то немножко Опять же, желательно занимать такую позицию Где будет побольше Во-первых, побольше кустов Это Первый момент Второй момент Это Чтобы по возможности Если сейчас быстро восьмидесятку сливают Уехать То есть максимально Всегда нужно искать себе пути Отступления Да и, в принципе, когда вы занимаете Какую-либо позицию на ИТ Желательно занимать ее так Чтобы, если вас засветили Вы быстренько раз И спрятались Не получили в ответ Либо, если это направление какое-то Если мы его быстренько теряем То быстренько берем И Сваливаем У нас были, так сказать, пути отступления Но вот тут Наглый кентавр Решил поехать, да? Тут мы его, конечно, сейчас накажем За снайперской стрельбой Тут еще и баффорд по центру Щемится Ай, как он не вовремя исчезает О, а тут что за толпа? Так, даю свои две плюхи Восьмидесятка пока живет Офелия, уйди Отлично Так, шесть одиннадцать Смотрите-ка Может быть сейчас этой каточкой будет Не потеря Ну, как видите Из-за того, что я успел оттуда уехать Из этого места В принципе, я тут еще и какой-то У меня там было сколько? Восемьсот урода, по-моему Я сейчас начинаю делать Хоть какой-то урон Это радует Получи Ой, визеляка Получи, Фокс Вот она, идеальная работа ОБТ там Все на себя внимание привлекает Танкует А мы Издалека его прикрываем Именно это нам и нужно Единственное, мне не нравится то, что Теперь вот там мост Остался пустой Твою ж мать Я только Вы видели, да? Я уже кинул дымы Я только-только поймал лампу И гепард просто один раз нажимает кнопочку И меня уже нет Да, это конечно печально Но тут все-таки 2.10 Я так понимаю Как бы мы ни страдали Как бы мы ни старались Но этот бой уже ничем не спасти Ну и давайте попробуем еще одну каточку На ней она будет Более какая-то стабильная Более, ну как Как сказать Более длительная Где все-таки будет все происходить Не так быстро Ни в одну, ни в другую сторону Давайте посмотрим Что принесет нам Третья каточка Здесь в принципе Особо точно ломится Некуда и не надо И здесь есть Несколько стандартных позиций Давайте поедем на одну из них На холмик Будем поглядывать на остров В принципе, кстати говоря Еще один такой момент При выборе позиций Куда вам лучше поехать Это количество союзников Которые будут находиться В этой позиции Ну то есть Если мы приедем И увидим, что Все ЛТ ББМ И ИТ Приехали на эту горочку То, ну блин Это будет тупо Вот я как раз смотрю Здесь примерно то же самое И происходит Да, давай еще Кентавр сюда подъедет Да, отлично Поэтому вот это Это как раз Один из таких моментов Вы должны размазаться По карте Максимально Максимально пропорционально Чтобы не было такого Что на одном направлении Просто тупо Ну, находится Слишком Слишком много противников Этого нам не надо Да, спортивников Союзников Для того, чтобы Как раз таки Противников было Кому на другом направлении И принимать Вот я сейчас смотрю Мы пока переезжали Здесь уже какой-то Бодрый термик подъехал И сейчас могут возникнуть Здесь проблемы Поэтому переваливаемся На этот фланг Здесь судя по всему Оп, гепард Так, быстро-быстро Вот здесь я немножко Уже опаздываю Гепард 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 Ой, от башенки играет гепард То, что нам нужно Быстрее перезарядочка Надеюсь, пошло Так, кто цели по всему Сейчас еще будет проезжать Абрамс сверху Мы будем тоже За этим Определенно наблюдать То есть Пока мы стоим И типа вроде как Ничего не делаем Да, мы типа Бесполезные ИТ Но на самом деле Мы не бесполезные ИТ Мы анализируем Все передвижения Противников По миникарте И вот они Замечаем А главное Его как-то продамажить Теперь еще Хе Да, хороший вопрос Ну, плюха зашла Но он сейчас Скорее всего Будет убивать Прототипа Но мы этого Не дадим сделать Мы полетим Подождите Думычку Полетим или не полетим Здесь еще Абрамс подставляется Надо прикрывать Прототипа А почему надо Прикрывать прототипа Потому что, блин Здесь Абрамс Ой, союзник Чуть не танканул Плюху Нет, надо Абрамса Убивать же все-таки Все-все-все-все-все-все-все Почему нам нужно Его прикрывать Да просто банально Потому что Следующий кто Ой, там еще и драгун Следующий кто будет Тихо-тихо Ой, плохо Он не поехал Следующий кто будет На очереди Если нашего Леклерка заберут Это угадаете кто Правильно мы Получится здесь как-то Аккуратненько Переехать Вот так Да блин, ну почему Я свечусь все равно Падла Кто нас высвечивает В общем Если сейчас на Леклерка Будет упарываться Или к нему в спину приед Мы будем помогать Живой союзник А вот там даже мясо было Живой союзник Лучше мертвого союзника Великая мудрость Целоза А вот и кентавр Возвращается Получи Еще подожди Дай сведусь Да чтоб тебя Ну конечно же Я не попадаю А ведь можно было бы Наверное немножко подождать Я бы успел Союзник Отъедет Там кентавр Там кентавр был Где он Его забрали? Нет Вот он высовывается Лично мы это делаем Хорошо Со снайперской стрельбой Пока не уходим Потому что Перезарядочка Оп все Перезарядочка Двух снарядов есть Здесь начинается Перестрелка Видимо Блин Мы попробуем Могу я выцелить Да По идее развели на Офелию Леклерк Фуга Заряжай То есть В некоторых таких ситуациях Конечно нам надо Нам желательно Играть максимально плотно Опять же Как видите Опасно Потому что Мы картон И все сразу же Хотят убить нас Как только Есть вариант В кого пострелять В какой-то ОБТ Или в картон То все Естественно Выбирают картон Поэтому вот такие Перестрелки На ближней дистанции Нам не очень-то интересны Только как-то Если из-под дымов Ну что-нибудь вот такое Так Ну что Как быстро мы умрем От гепарда Давайте попробуем Воспользоваться Нашим чудом-барабаном Ой как Я отвлекся Не вовремя А где второй выстрел А что так А что так долго Не понял Это я сейчас не понял Что это было Почему я Я же вроде Два выстрела Зарядил уже Или нет Ладно В принципе Эта каточка Складывается неплохо Здесь чуть Издалека Чуть-чуть Постояли Постреляли И чуть Контактно Поиграли Ну Опять же Не самые показательные Бои Потому что здесь Тоже все происходит Все-таки В одну калитку Благо в этот раз В нашу Но мы делаем Последний выстрел В общем Вот такие вот каточки Если такой формат В принципе вам интересен То могу его сделать Еще раз И в том числе На другие Классы техники Давайте быстро посмотрим По результатам Что у нас получилось За эти три катки В принципе Они получились По крайней мере Не одинаковые В одном бою Сливали мы В другом Сливали нас Ну а это такой Наверное Средненький Хотя здесь тоже На самом деле С преимуществом Все-таки было В нашу сторону Самые идеальные бои Для ИТ Это вот Когда мы Когда все происходит Медленно Там противник Высунулся Моему бахнули Там высунулся Моему бахнули Но не всегда так происходит Поэтому и нужно Постоянно контролировать Мини карту Чтобы не остаться В какой-то Ненужной Такой неприятной Для нас позиции У нас получилось За эти три боя Давайте смотреть Первый бой был Максимально быстрый Наша команда выиграла И я не успел Ничего настрелять Во втором В бою Собственно Нас сливали Но мы Как правильный ИТ Старались Держаться Позади И в общем-то Сделали Свой урон Ну и в третьем В принципе Мы такая Бой не туда Не сюда Ну и Примерно Урон получился Тоже такой Средники Скажем так В общем На этом все